Вот такая вот упаковка. У этого не планшета, ребят, а это ноутбук. Ноутбук от компании Chuwi Intel Insight. Упаковка, в принципе, напоминает Xiaomi первых времен, но у Chuwi она такая и есть. То есть, тоже защитка присутствует, я ее сейчас вскрыл, чтобы не мешать. И это у нас Chuwi LabBook 14.1. То есть, вот, вскрываем, достаем тут у нас адаптер питания. Ну и сам LabBook и что-то здесь еще, вот здесь вот, даже вот такой вот присутствует конвертик. Не стоит переживать, что почта его ушатает, в принципе, нормально он у нас запакован. Так, смотрим, что у нас в этом конвертике. Так, никаких дисков с программным обеспечением у нас нету. Здесь просто Tablet Pad, гарантия, значок, ну и, соответственно, небольшая инструкция. Я, правда, не знаю зачем, но она присутствует. В следующем у нас вот этом вот отсеке я подозреваю, что у нас блок питания, да. И в отличие от Xiaomi у нас идет такой вот съемный шнур с европейской вилкой. И что же у нас выдает блок, сам блок питания. У нас, ребята, он не очень большой, он такой компактных размеров. Итак, 12 вольт и 2 ампера. Ну и сам ноутбук. Между крышкой и клавиатурой у нас расположен тоже вот такой защитный материал. Он в такой вот защитке-защитке. То есть, в принципе, все точно так же, как у нормальных полноценных ноутбуков брендовых, я так назвал. Хотя Chuwi я уже, в принципе, тоже не могу назвать не брендом. Посмотрите, он, в принципе, довольно тонкий. Я бы даже назвал как HP Envy. То есть, тоже он довольно маленький. Расположены два динамика в нижней части. Intel Insight везде тут написано. И тут, не знаю, как это еще даже. Резиновые ножки, винтики. Сейчас мы его разберем, посмотрим. И верхняя задняя крышка. Что ж, открываем. Ну и, соответственно, клавиатура только на английском языке. Вы это должны прекрасно понимать. Два микрофона, друзья. Индикаторы у нас клавиатуры включения Caps Lock и Numpad. Тачпад. И две кнопочки, которые даже особо не... А, вы знаете, он, по-моему, весь, даже весь клацается. Если честно. Intel Celeron Insight. И 14,1 дюйм. У него диагональ, но при этом разрешение 1920 на 1080. Камера точно так же присутствует. Chuwi и лампук. Разбирается достаточно просто. Просто выкручиваем винтики. И, ребят, корпусу, сразу говорю, никаких проблем и у меня претензий к корпусу нету. Хоть это и пластик, но никаких пальцев он не оставляет. Посмотрите, он, ну, не знаю, даже можно грязными руками трогать. Он выполнен в таком, не знаю, из материала такого, из пластика, что не собирает пальцы и практически отсутствует загрязнение. То есть, в случае чего, можем просто протереть ряпочкой. Итак, я открутил вот несколько винтиков, снимаю заднюю крышку. Вот такие вот две аккумуляторные сборки. У нас стоят 9000 мАч. И посмотрим, сколько будет разряжаться. Но 9000 это довольно неплохо. Итак, платка одна. Платка вторая. Два действительно динамика. Это не фейк. Это уже плюс. Chuwi. Вот это вот такая вот стальная накладочка для утяжеления, чтобы у нас не переворачивался из-за дисплея, когда он будет открыт. И микрофона, друзья, тоже два. Вот один. И вот, ребят, второй. То есть, тоже не обманули. То есть, два микрофона для стереозвука или для шумоподавления в режиме блайн-общения, там, скайп или прочее-прочее. Так, снял аккумулятор. Ребят, ну, честно, пластиковые, литий-ионные. Ну, ничего, на них нет никаких надписей. Не знаю, сколько что на них. То есть, производитель заявляет 9000. Ну, посмотрим. Так, снимаем вот это вот. Оторвал я вот эту вот металлическую штучку, которая служит своего рода теплоотводом. Итак, что у нас камень? Даже не буду трогать, потому что термонаклейка. У меня просто таких нет. Две планочки, вот такие два чипа памяти. И можно, в принципе, видите, расширить его, но он не разведен. Но Realtek, Wi-Fi и Bluetooth, я так поздравляю, это у нас одно. Intel, хотя вот Intel, Realtek может быть Bluetooth, а Intel у нас ушло Wi-Fi и две антенны. Ушло одна сюда, одна сюда. Итак, Kingston у нас вот этот вот чип отвечает за память. И TE у нас здесь распаян. И вот такой вот микропорт еще присутствует. Да. Может быть, туда можно будет вставить mini SSD. А вот у меня, кстати, выпал один из динамиков. Потому что я его просто вытащил посмотреть. Микрофонов, вернее, простите. Что ж, ребят, в принципе, я ничего больше не вижу, чтобы вам показать более подробно и интересно. То есть, вот такая компоновка платы. Собираем обратно. Камера 2 Мп в верхней части расположена. Два микрофона, как я уже говорил. А внутри у нас трудится Intel Apollo Lake N3450 с Intel HD Graphic 4 гигабайта DDR3 памяти оперативной. И на самом деле сейчас у нас 64 гигабайта EMC памяти внутренней. Вот. Установлена здесь Windows 10. Сейчас она на английском языке. И на самом деле 43.8 гигабайта доступна. Можем еще расширить с помощью microSD-карты вплоть до 128 мегабайт. BlueWi-Fi ABGN, Bluetooth 4.1. Я немножко не остановился на портах. Поэтому сейчас остановлюсь. В левой части у нас HDMI-порт и USB 3.0 и порт для подключения зарядного устройства, блока питания. В левой части у нас слот для расширения карты памяти в microSD. Выход для наушники 3.5 джек и USB 2.0. В принципе, этого достаточно для подключения любых периферийных устройств. И, ну, такой вот компакт-бук получился. Клавиатура зато полностью полноразмерная. Единственное, что да, не хватает русских. Но у нас присутствует кнопочка FN. И у нас быстрые клавиши тоже присутствуют. Как увеличение громкости, уменьшение, выключение, пауза, стоп-трек, нам-лок, пейдж-даун, хом. То есть вот это вы все видите. Нет, да, цифровой клавиатуры, но это 14.1 ноут. Вот, поэтому, в принципе, разрешение экрана 1980 на 10... Ой, 1920 на 1080, вот сейчас я вам покажу. То есть, в принципе, для такого нетбука, не знаю, ноутбука, даже нетбуком я его не назову, потому что он действительно не нетбук, все-таки нетбук это у нас десяточка. А тут, в принципе, компактный, неплохой ноутбучик. Вот, как мы видим, здесь 1920 на 1080, это рекомендованное у нас разрешение. Да, Intel HD график, то есть особой производительности и мегаигр вы играть, конечно же, не сможете. Но, на самом деле, при весе 1,3 кг, то есть ноутбук очень легкий, 1,3 кг, 43,7 гигабайта. Некоторые меня спрашивают, как же здесь с подлинностью Windows. Windows здесь полностью лицензионное, обновление скачивается, и вот сейчас как раз работа с теми обновлениями, сейчас они устанавливаются при перезагрузке системы. В настройках биосов, в целом, ничего интересного и нет. То есть мы видим, что Hard Disk, Sun Disk, DF4064, System Memory 4096, 4 гигабайта. Configuration, то есть можем выставить дату, системный язык, включить-выключить Wi-Fi, Intel Realization Technology тоже можем включить, BIOS Backflash, не знаю, пусть будет этот, выключен, да и DPTF тоже. Так, установить пароль администратора, и посмотрим, тут что у нас по загрузке, мы видим разные возможности, от Hard Disk до Lana, первая почему-то, кстати, идет, и UEFI Hard Disk Drive, BBC, тут мы можем выбрать Windows Boot Manager или выбрать Disable. Все, в принципе, больше у нас особых тут никаких настройок и параметров и нет. Вы знаете, что мне нравится, это очень тонкие рамки у него, углы обзора также достаточно большие, практически вот, не знаю, под 90 градусов, изображение, видите, не пропадает, не становится другого цвета, и даже вот эта вот матовая такая вот поверхность дисплея, в принципе, ничем хуже не делает фотографии, единственное, чуть-чуть может быть темнее, но в то же время, когда солнце попадает, то мне кажется, что оно меньше бликует, то есть, вот можно смотреть, в принципе, фотографии, и вот можно посмотреть все рамки. Что касается воспроизведения, то 4К видео, вообще, даже без каких-то кодеков, так, ну и два динамика здесь у нас, я уже показывал, присутствуют, то есть, можно слушать нормально, ну, как нормально, ну, стерео можно слушать, и что касается вот громкости этих динамиков, ну, я особо кричащим их, конечно, не назову, но фильм, на просмотр фильмов, их вполне хватит. Что касается просмотра фильма, то, то при максимальной яркости и максимальной громкости, мне хватило, так, на 3 часа 49 минут, и осталось еще 7% батареи, то есть, примерно на 25 минут работы, то есть, более 4 часов я смотрел онлайн-видео, с включенным Wi-Fi, с самым ярким, максимально ярким экраном, и на полной громкости. Информация о системе, то есть, Chubi Innovation Technology, лапбук 14.1, и немножко HD график контроль, вот у нас разрешение экрана 1920 на 1080, 60 ГГц, температура, цвет, так, несколько дисплеев, и вот информация от HD, то есть, у нас процессор Speed 10, 94 МГц, тут 1 ГБ у нас, получается, выделяется под видеопамять, но, соответственно, эта память у нас идет с оперативки, так, ну и здесь некоторые настроечки, информация от KPU-Z, так, и кэш у нас 24 КБ, так, мейнборд, Хампу, производитель, и модель А2W6NA14, чипсет Intel, SouthBridge Intel, так, ну и BIOS тоже от 28 декабря 2016 года, графика, Intel HD Graphic, ну и вот такой вот бенчмарк небольшой, от KPU-Z, то есть, вот это если в сравнении с Core i3, то видим, что где-то раза в полтора-два уступает этот процессор, так, и вот тест у нас Crystal Disk Mark, это тест встроенной SSD-шки, в принципе, я не скажу, что она сильно большая, то есть, 191 против 107, и, ребят, вот такой вот стресс-тест я решил проверить, будет ли троттлинг, насколько нагреется у нас процессор, то есть, в принципе, там вы видели, не особо у него там с охлаждением мудрили что-то, но мне было интересно, и в то же время мне было интересно, сколько же на максимальном, и сколько можно будет на максимальном загруженности процессора использовать наш ноутбук, и максимальная яркость тут точно так же была установлена, и, что я вам хочу сказать, то это время составило 4 часа 27 минут, то есть, 4,5 часа я максимально нагружал процессор до 100%, всеми четырьмя ядрами, и кэшем, и памятью, то есть, как мог, и максимальная тут температура составила в районе 88 градусов, то есть, она даже где-то не поднялась, ну, то есть, до 90 ее не поднималось, но я вот только вот выключил, сразу же она упала, 66, то есть, и троттлинга вообще не было, то есть, троттлинг у нас был в нуле, постоянно в нуле, но 4 часа 27 минут, это довольно неплохой результат, ну, то есть, это можно сказать, там, мы все 4 часа играли, четырехъядерный интерселилон N3450, и тут вот звук Intel Apollo Lake Sok, немножко вот информация о motherboard, кэпл кэш, да, power management у нас тоже вот уже 9%-то я начал заряжать, и из датчиков, то есть, датчик у нас на каждое ядро по температуре, вольтаж, и, в принципе, все. Так, это информация о КПУ, информация о чипсете, ГПУ, монитор у нас остановит, я чуть дальше остановлюсь, АУ-21D, это ID-шник, вот так, и модель B14 на HAN 2.1, Genetic PNP Monitor, и разрешение 1920 на 1080, 10, 16 к 9, так, OpenGL, так вот, и Psychical Drivers, то есть, 58, 639 МБ у нас доступно, и, что касается, вот, небольших тестов от AID, то есть, где-то мы в районе Core i5, это на Memory, еще на MemoryWrite, тоже где-то около Gigabyte, GAFA88XM, материнская плата, ну, и тут уже, мы немного не догоняем, Asus M3A, на чипсете AMD 770, это КПУ Queen, КПУ Photoworks у нас тоже на Gigabyte, GA, G900N, байтрейт, и вот 3DMark, это у нас самый простой тест, набрал у нас, 848 попугаев, то есть, это для ноутбуков тест, нетбуков, то есть, оценка графика, 794, физика, 1809, и общая оценка, 537, выдала, это уже более продвинутый тест, и тут уже, соответственно, падение, 474 попугаев, оценка графика, 422, оценка физики, 1799, общая оценка, 408 попугаев, что касается, от тестов от Аида, то Memory у нас, запись, так, запись, 12,389 Мбит в секунду, так, и, рит, 10,982, ну, в принципе, неплохие результаты, я могу так сказать, и, что у нас GPG Benchmark, так, ну, тут вы тоже можете посмотреть результаты, я их не буду озвучивать, потому что их реально много, так, и, что касается, Cinebench, вот этот вот наш тестер, я вот сюда уже переключусь, посмотрите, по поводу OpenGL графики, то, немножко мы не дотягиваем до J4 GT 620, но, в то же время, перегнали Intel HD Graphic 400, который установлен на более других ноутбуках, ноутбуках, то есть, чуть-чуть обогнали, но это прошлое просто, это тоже давно прошлое поколение, можно так сказать, то есть, это не игровой ноутбук, это однозначно, а, что касается процессора, то тут он 124 попугая набирает, и, ребят, почти в два раза проигрывает Core i5, но, тут тоже, это бюджетный вариант, это далеко не Core i5, я думаю, что где-то он раза в полтора, проиграет Core i3, а может даже и меньше, ну, конечно, про Core i7 и Intel Xenon я говорить не буду, монитор Asset Management, вот, что у нас показывает, производитель у нас AOO, спидтест, ребят, действительно, Wi-Fi работает отменно, мне очень нравится, практически, вот это 5 ГГц, 86 против 96, 2.4 ГГц, у нас Wi-Fi 63 против 78, то есть, вот, что касается браузера, в принципе, 4 ГГц оперативной памяти, позволяют вполне нормально, смотреть фильмы, по Ютубу, допустим, с Ютуба, допустим, покупать что-то там на Али, ну, еще там, держать пару вкладок открытыми, то есть, понятно, что, чем больше оперативной, тем лучше, но, никакого дискомфорта, все довольно быстро переключается, никаких проблем, я с этим не вижу, то есть, браузер нормальный, причем, что, учитывайте, это стандартный, родной интернет-эксплор, который, в принципе, особой скоростью, никогда и не отличался, да, простят меня, эксплореры-любители, старый добрый кс, мы видим, в принципе, в районе 80, но это пока нет экшена, я думаю, что если будет экшен, тогда где-то в районе 60 фпс, но это, в принципе, вполне достаточно для игры, ну, либо же можно поиграть в старую, добрую герои магии меча, ну, это, допустим, вот эта четвертая версия, тем более по душе, наверное, старая, третья, Need for Speed Most Founded запустилась, ну, ребят, в целом показывает 6-7 фпс, то есть, такое слайд-шоу, и играть, ну, ребят, очень тяжело, в принципе, идут с, вполне нормально, 40 фпс, 39, и, ребят, ниже, в принципе, не падает, ну, 38, хотя, да, вот, 34, когда какой-то экшен начинается, когда народу вокруг много, все начинают стоять, чуть-чуть просаживается, но все равно держится, ребят, в районе 30-ки, то есть, в принципе, ну, то есть, играбельно играть, вполне можно, то есть, без каких-то, особых тормозов, но, то есть, не вижу я особых проблем, но сейчас, да, вот, в снайперском режиме, 24 фпс, но это все равно, для такого вида техники, нормально, расскажу свое мнение, смотрите, мне очень понравилась его автономность, это, большущий плюс, все-таки, 4,5 часа игры, ну, не каждый, и ноутбук выдержит, в принципе, его полностью должно хватать на рабочий день, то есть, если там заниматься с документами, вылазить в браузере, ну, и, соответственно, не, ну, выключать, там, ходить на перекуры, понятное дело, не постоянно его загружать на 100%, то вполне может хватить на 6-8-часов, второй момент, его малый вес, это тоже большущий плюс, то есть, он чуть более килограмма весит, это тоже, несомненно, плюс, второй, третий плюс, это все-таки разрешение дисплея, и сам дисплей, то есть, 14,1 дюймов, небольшие рамки, и, что мы еще могу сказать, еще мне понравилось то, что можно расширить память, установив, по-моему, MC2 модуль, я показывал в видео, там, где разборка, посмотрите внимательно, там можно еще дополнительно установить, допустим, 128 гигабайт, и даже установить туда Windows, и полностью, ну, быть автономным, то есть, не упираться в эти 64 гигабайт памяти, при желании, вот, меня убили, World of Tanks пошли, контракт пошла, да, Need for Speed не захотел, понятное дело, тут не сильно встроенная графика, поэтому, банально, ему не хватило, немножко мне нравится, что кнопка выключения, физически расположена вот здесь, вот, как бы, ее хотелось бы, как-то, может, ее выделить, то есть, она, как-то, сливается со всеми, ну, подсветка, понятное дело, что будет кушать нашу батарею, ну, а так, в целом, вполне бюджетный ноутбук, как сказать, он, конечно, скорее всего, не заменит, как основной ноутбук, хотя, все зависит от ваших задач, если вы пользуетесь, там, лазите просто в браузере, занимаетесь вордовскими документами, какие-то, там, не какие-то, не сильно большие, требовательные игры, то, можно смело покупать, но, единственное, что, либо расширить память, благодаря, установке, микро-сд-карты, вот сюда, там, надо купить на 64 или на 128, установить пакет, какой-то программ, основных, отключить обновления, чтобы не забивалась память, и, полноценно, в принципе, работать, ну, либо же, ноутбук для командировок, для выездов, куда-то, для презентации, то, есть, благодаря своему компактности, легкости, он, вполне, помещается в любой рюкзак, сумку, и, можно не бояться, его, где-то там, сильно ударить, потому, что, тут, то есть, он не боится вибраций, и проще, ну, понятное дело, что матросы мы можем разбить, то есть, как мог, постарался рассказать, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, ну, и не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, не забывайте пользоваться кэшбэком при покупке, ссылку я укажу ниже, ну, и всем всего хорошего, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok